В эфире микрорубрика с макросодержанием, которая называется Эксперимент на одном квадратном вот этом самом метре Сегодня самый полезный выпуск у нас, друзья Сразу говорю, извините, дорогие родители Если ваша квартира после сегодняшнего выпуска превратится непонятно во что Точнее, ваша квартира останется квартирой, но она будет вся испачкана Тетраборатом натрия в глицерине И еще некоторыми компонентами нового для нас пока еще соединения Вот у меня в руках штучка, которая называется умный пластилин Ну, наверняка уже многие дети ее купили и балуются с ней, да? То есть, с одной стороны, это мячик, видите, прыгает, прыгает Замечательно, куда тут, да что ж такое-то? Мама! Чуть не убежал Не, я ее поймал Вот, мячик, видите, прыгает, 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 прыгает А с другой стороны, вот, видите, тянущаяся такая субстанция А если мы ее соберем, то опять будет прыгать А почему? А потому что это не ньютоновская жидкость Вязкость у нее зависит от градиента скорости То есть от силы, которую мы прикладываем к этой жидкости А у нормальной жидкости, у ньютоновской, вязкость зависит только от скорости А не от ускорения В общем, эта штука стоит довольно дорого И мы сегодня с вами покажем, как ее сделать в домашних условиях Из обыкновенных, понятных всем и, главное, недорогих ингредиентов И самое важное, мы можем ее сделать в неограниченном объеме Итак, друзья, нам сегодня для этого понадобится Клей ПВА Одна штука Зеленка обыкновенная Одна штука И самый главный компонент Продается в аптеке без рецепта Стоит в районе 10 рублей Натрие Тетра Борат А теперь Начинаем Замес Для начала берем Клей ПВА Ровно 1 стакан Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль Обожаю работать с клеем Ровно 200 грамм Заливаем сюда В нашу импровизированную кулинарную мисочку Вот. Туда же, просто для красоты, добавляем флакон зелёнки. Клей белым был, станет каким? Правильно, зелёным. Перемешиваем всё. Видите, какое красивое всё получается у нас, да? Зелёного цвета. Можно, кстати, любой краситель добавлять, не только зелёный. Можете добавлять сюда какой-нибудь пищевой краситель. Чувствую себя сейчас ведущим кулинарной программы. Хорошенько перемешиваем зелёнку вместе с ПВА. И только после того, как хорошо перемешали, будем добавлять третий ингредиент. Тот самый тетра-борат натрия. Он, кстати, у нас ещё и в глицерине. Итак, мы приготовили вот эту вот жижу. И туда же теперь добавляем два флакона тетра-бората натрия. И перемешиваем, 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 перемешиваем постоянно. Чем вы будете тщательнее перемешивать, тем у вас получится правильнее замес. Так, господи, какая же дрянь получается. По-моему, это чужой сейчас оттуда вылезет. Каждая молекула этого тетра-бората натрия должна соприкасаться с молекулой клея и с молекулой, соответственно, этого, с молекулой зелёнки, чтобы быть какого-то света приличного. Я сейчас, честно говоря, не понимаю, чем я занимаюсь. Только что у меня вроде было в руках нечто, что можно было мешать, а теперь это нечто уже мешать невозможно. Смотрите, какая гадость получилась. Вот. Похоже внешне на зелёную какашку больной коровы. Коровы, знаете, иногда болеют непонятно чем, они примерно вот этим какают. Значит, в принципе, гадость редкая, но удивительная. Опять же, она фантастически странно реагирует на градиент скорости, то бишь на силу. Вот смотрите, взяли мы, скатали это вот нечто, да, а потом, а оно не расплющивается. О! Слушайте, а почему вы до сих пор сидите и смотрите нашу рубрику, а? Вы можете сделать у себя дома то же самое. Ну-ка, бегом. Ещё раз рецепт. Значит, ПВА 200 миллилитров, значит, два флакона тетрабората натрия, немножечко зелёнки для цвета, и вот такая вот бесконечная сопля будет у вас по всей квартире. Да, и дети, не выдавайте меня, пожалуйста, своим родителям, ладно? Когда сделаете два ведра вот такой штуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА